Очень жаль, что нету еще награды Оскар в разряде видеоигр, ведь награду лучше независимой игре можно дать именно той, о кой пойдет речь. Здравствуйте, Ирина. Опять чертов Т9. Сегодня у нас не будет сборки ПК, удивлены, да? Вместо этого я расскажу об игре, которая открыла мою Xbox One, и сделала ей первое приятное впечатление. Речь будет идти об игре добыть нам луну. Поехали. Ладно, начнем с разработки. Началась она в 2015 году и занимались над ней три студии. Их логотипы вы сейчас видите на экране. Игра в итоге вышла в 2018 году на ПК, но почему я говорю про 2020 год? Потому что она появилась на больших платформах, а именно PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Сюжет таков. В 2030 году начался сущий энергетический кризис, от этого все космические предприятия объединились в одно единое космическое агентство, и к серединку 30-х уже стало ясно, что может обеспечить энергию Земле, а именно гелий-3. Сразу после этого началась успешная постройка аппарата микроволновой передачи данных. Но в 2054 году произошло так называемое затмение, и все рухнуло на нет. Спустя пять лет, оставшиеся участники ЕД, новокосмического агентства разработали миссию Фортуна-1, и отправили туда одного из своих астронавтов, за которого мы и будем гамать. Геймплей игры неоднообразен. Мы проходим уровни в лунном узле, где узнаем что-то новое. Например, нам пригодится робот под шифром ASI. С ним как раз можно пролетать по вентиляции и попадать в места, неприступные для астронавта. Иногда задача усложняется ограниченным временем на кислород или чрезвычайную ситуацию, а среди уровней можно и головоломки встретить. Присутствуют еще объекты вроде записей, голограммы сканируемых объектов, дабы глубже проникнуться в жизнь сотрудников лунного узла. Их имена Клэр Йоханссон, Исаак МакАртур, Сара Бейкер, Рольф Робертсон и другие. Все они лица не показывают, из чего можно завести еще какие-нибудь теории. Графика достойна, серьезно. Можно заметить все излишки, особенно на высоких. Также она поддерживает трассировку лучей, из-за чего любители технически сложных игр могут игру прикупить. Особого внимания заслуживает Саундтрек. Он действительно пропитывает космосом и, такое чувство сейчас появляется, будто сам уже хочешь оказаться в том самом 2059 году, вместо того самого астронавта. Не, серьезно. Недаром именно звуковая составляющая игры, написанная Сандером Банзентином, получила премию «Лучшая звуковая дорожка в Индии игрера» версии Ганг. А вот оптимизация игры самая серьезная проблема. Игра всегда выглядит заторможенной, из-за чего ее дискомфортно проходить. А если это еще будет с мощной комплектухой, ахахахахаха? А, в общем, что я могу сказать про добыть нам Луну? Хороший проект от Ноунием Студии, которая смогла сделать свое имя таким детищем. Я могу с радостью поставить 9 из 10. Хотел сначала 8, но игра все же про космос, а космос это мое призвание. Поэтому 9 из 10. Вот и все. Следующее видео будет про сборку ПК за 300 тысяч рублей по просьбе одного из чуваков. Ждите. А с вами был Стик Ботман.